ВЕРТОЛЕТ ВЕРТОЛЕТ С-55H-19 применяют как в военных, так и в гражданских целях. Более 500 таких машин построено по лицензии во Франции, Великобритании и Японии. Знаменитый американский военный вертолёт UH-60 за своё многоцелевое назначение получил название «Чёрный ястрик». Но самое главное — появилась возможность эвакуировать раненых из горячих точек. Военно-морской вариант вертолёта CH-60 он прикрывает с воздуха авианосца и называется «Морской ястрик». А вертолёт С-64 имеет сугубо мирное предназначение. Благодаря широким функциональным возможностям его применяют в строительстве при монтаже крупных конструкций и при транспортировке крупногабаритных грузов массой более 10 тонн. Поэтому и назвали его, соответственно, «Небесный кран». Перечень всех этих чрезвычайных летательных аппаратов не случайна. Ведь все эти уникальные авиамашины создал один человек — украинец, который потом работал в Соединённых Штатах. Это авиаконструктор Игорь Сикорский. Игорь Иванович ушёл из жизни более 40 лет назад. Но всё это время вертолёты с его именем продолжают выпускать. Они модернизируются и надёжно служат людям. А начиналось всё в Киеве. Здесь в 1889 году родился будущий знаменитый авиаконструктор. Его отец был известным в городе врачом-психиатром. Мать была выскообразованной женщиной и занималась воспитанием детей. В городе Каштанов прошло детство Игоря Сикорского. Вот здесь он учился в гимназии. А по вечерам слушал рассказы родителей о фантастических полётах. Как железная птица без разгона и под действием мощного винта поднималась в воздух. Мать Игоря Сикорского, Мария Зинаида Степановна, серьёзно занималась воспитанием детей. С самого детства она познакомила маленького Игоря с фантастическими рисунками воздушного винта Леонардо да Винчи. Мама также читала ему художественную литературу. Любимой книгой мальчика была «Роббур-завоеватель» Жюля Верна, где речь шла о фантастическом летающем корабле, который впоследствии ему и приснился. Собственно, с этого и начались его мечты о создании вертолёта. После окончания гимназии в 1903 году юноша по совету родителей и по примеру старшего брата поступает в морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1906 году будущий авиаконструктор получает аттестат и твёрдо решает для себя, что военное дело не для него. Он едет во Францию, где поступает в техническую школу. Однако уже осенью 1907 года возвращается в Киев и начинает обучение в Киевском политехническом институте на механическом отделении. Именно там действовал кружок воздухоплавания, который и посещал Игорь Сикорский. В начале 1909 года он снова отправляется во Францию, но на этот раз с практической целью – приобрести мощный двигатель для будущей модели вертолёта. Вернувшись в Киев, Сикорский сконструировал свой первый вертолёт, но это изобретение так и не поднялось в воздух. Молодого авиаконструктора неудача не огорчила и даже наоборот – подстегнула к новым экспериментам. Вскоре в 1910 году появилась усовершенствованная модель вертолёта, который уже оторвался от земли, но пока без пилота. В тот же период Сикорский сконструировал аэросани и опробовал их на Киевском печерском ипподроме. Публика, которая посетила спортивный праздник, была в восторге. Последствия этой разработкой заинтересовались во Франции, но для молодого изобретателя приоритетной задачей оставалась разработка вертолёта. В 1910 году, после двух, опять не совсем удачных попыток построить вертолёт, Сикорский решает заняться разработкой аэропланов. Вместе со своим другом Фёдором Былинкиным они работают в двух институтских ангарах, где создают самолёты БИС-1 и БИС-2. Обучаясь в КПИ, параллельно он занимается своими разработками. И неудивительно, что отстал от своих однокурсников. Очень часто выдавались списки студентов, где фигурировала фамилия Сикорского, о том, чтобы отстающие сдали определённый минимум предметов для того, чтобы их не отчислили. И когда встал вопрос, или продолжить заниматься разработками, но покинуть КПИ, или наоборот, догнать учёбу, но оставить разработки, Сикорский выбрал первый вариант и покинул КПИ. Соавтор Былинкин отошёл от авиаконструкторских разработок и далее Сикорский работал самостоятельно. Студенческие мастерские перешли в полное его распоряжение, и именно там он создал аэропланы С-3, С-4, С-5. А его самолёт С-6 в 1911 году установил мировой рекорд скорости полёта с двумя пассажирами – 111 км в час. Пилотом был сам Сикорский. Он настойчиво разрабатывал собственную теорию построения летательных аппаратов. Следующая разработка имела название С-6А. Его самолёт С-6А победил на московской авиационной выставке в 1912 году. Киевская пресса активно следила за деятельностью Сикорского. В частности, газета «Киевлянин» активно писала о его деятельности. Молодой авиаконструктор своими изобретениями привлёк внимание российских промышленников. Один из них, Михаил Шедловский, пригласил Сикорского в Санкт-Петербург работать на русско-балтийском вагонном заводе. Там Игорь Иванович получил должность главного конструктора авиационного отдела. Весной 2013 года Сикорский сконструировал самолёт С-21 «Гранд». Это была первая модель, которая имела закрытую кабину и салон. Дальнейшим усовершенствованием «Гранда» стал самолёт С-22 «Илья Муровец». Название своему изобретению авиаконструктор дал не случайно. Ещё в детстве вместе с родителями Игорь неоднократно посещал Киево-Печерскую лавру, где по сей день хранятся мощи героя народных преданий богатыря Ильи Муромца. Этот самолёт поставил ряд мировых рекордов по грузоподъёмности, по числу пассажиров, времени и максимальной высоте полёта. 16-17 июня 1914 года Игорь Сикорский совершил исторический для воздухоплавания перелёт из Санкт-Петербурга в Киев на том же Илье Муромцу. За этот поступок император Николай II наградил отважного авиаконструктора орденом Святого Равнаапостольного князя Владимира и вручил золотые часы. Но вдруг всё неожиданно пошло наперекосяк. После петербургских революции 1917 года работа на русско-балтийском вагонном заводе затормозилась, а после установления власти большевиков и вовсе прекратилась. Кроме отсутствия работы, для него возникла угроза ареста. И он решил уехать за границу. Сначала он уехал во Францию, ведь там его имя было многим известно, а именно благодаря аэросаням, которые он разрабатывал ещё в Киеве. Однако работы он там не нашёл и решил ехать за океан. 30 марта 1919 года Игорь Сикорский прибыл в Соединённые Штаты. Денег не хватало, поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь, преподавая в одной из американских школ для эмигрантов. Параллельно читая лекции об авиации в разных общественных организациях. Но он не терял надежды создать собственную компанию и объединял вокруг себя других эмигрантов. И в 1923 году он всё же основал компанию. Работали на ферме у одного из друзей Сикорского. Но нужен был стартовый капитал. И друг Игоря Сикорского, известный композитор Сергей Рахманинов, выкупил акцию на сумму 5000 долларов. В то время это была огромная сумма. И с этого момента началась история одной из самых успешных компаний в мире. С 1925 до 1940 года компания «Сикорский Аэроинженеринг Корпорейшн» разработала серию очень успешных самолётов. Среди них построенный в 1934 году по заказу авиакомпании «Панамерикан» гидроплан «Сикорский С-42», который получил название «Клиппер» и установил 10 мировых рекордов. «С-42» стали первыми в мире межконтинентальными пассажирскими лайнерами, которые обеспечили регулярные рейсы через Атлантические и Тихие океаны. Впоследствии, вспоминая тех годы, Сикорский писал, «Работая над самолётами, я никогда не забывал свою мечту о вертолёте и ждал удобного случая вернуться к нему. Я знал, что он никогда не сможет летать так быстро, как самолёт, но я знал и то, что именно вертолёт сможет выполнять ту работу, которую не выполнит больше никто». На самолёте можно найти человека, который в беде, а на вертолёте его можно спасти. Я был настроен на успех. Как и все люди, деятельность которых связана с риском для жизни, Игорь Иванович тоже немножко был суеверным человеком и верил в предрассудки. Своим оберегом и символом удачи он считал шляпу, которую называл «Федорой». Осенью 1939 года Сикорский надел любимую «Федору» и сел в свой новый вертолёт. Вертолёт поднялся в воздух на несколько минут. Но самое главное, как считал авиаконструктор, мечта превратилась в реальность. Уже в 1941 году вертолёты Сикорского марки «С» были взяты на вооружение армии США. Знаменитая шляпа Сикорского хранится нынче в его мемориальном кабинете. Теперь пилоты разных стран, которые приезжают за новыми машинами, просят разрешения прикоснуться к ней перед первым полётом. Считается, что это приносит удачу. Игорь Иванович получил возможность свободно реализовывать свои замыслы. Очень много работал. Он говорил, что новые идеи приходили к нему ночью или когда он слушал классическую музыку. Каждый вечер, когда отец возвращался из фабрики, и особенно, когда там были большие задачи, то после обеда он тушил свет, шёл в большую комнату, ставил музыку серьёзную. Часто Рахманинов, которого он ставил очень высоко. Или Брамса симфонии. И при этой атмосфере он творил. За годы жизни в США Игорь Иванович так и не стал американцем. Дома разговаривал на русском. Любимыми блюдами конструктора были украинские вареники, голубцы и пирожки, которыми он всё время угощал своих друзей и коллег. Мамины пирожки, блинчатые пирожки, мясные пирожки. Это уже знала почти вся индустрия авиационная. И это было замечательно. И когда мы были детки, мы ещё соблюдали очень строгий пост. В общем, фирма Сикорского создала 17 базовых самолётов и 18 вертолётов. После оформления лицензии на производство летательных аппаратов началось развитие вертолётостроения в Великобритании и Франции. Ушёл из жизни великий авиаконструктор в октябре 1972 года. Похранили его на греко-католическом кладбище святого Иоанна Крестителя в городе Стратфорд, штат Коннектикут. Сейчас компания Сикорского продолжает его дело. Выпускаются вертолёты различных модификаций. На вертолётах Сикорского летают президенты разных стран мира. Вертолёты задействованы в тушении лесных пожаров. Работают как воздушные госпитали, поскольку могут эвакуировать людей из тех мест, где не может приземлиться самолёт. А также некоторые модели задействованы в вооружении различных стран мира. Профессиональная деятельность Игоря Сикорского длилась с того момента, как только появились первые попытки поднять машины в воздух и до полётов в космос. Вечная мечта людей летать начала осуществляться только в начале 20 века. Конструктор Игорь Сикорский сделал весомый вклад для становления и развития мировой авиации. Он был удостоен многих почётных званий и наград. Но главным остаётся то, что все мы теперь можем привычно наблюдать, как в небе белые дорожки самолётов пересекают голубой простор.